Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Сторона закона». С вами ее ведущая я, Анастасия Фроль. Житель областного центра пытался передать наркотики в колонию-поселение города Кокшетау. Ранее неоднократно судимый, нигде не работающий житель Ахмолинской области был задержан на прилегающей территории учреждения в ходе совместной деятельности оперативников ДУИС и Департамента полиции Ахмолинской области. Мужчина пытался передать два бумажных свертка, содержимым веществом растительного происхождения. Учитывая, что данный наркоторговец и ранее фигурировал в поле деятельности сотрудников по борьбе с наркотиками, происхождение содержимого передачи не подлежало сомнениям. Свертки были с наркотическим веществом – марихуаной. По данному факту проведено досудебное расследование по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За уголовный проступок Ахмолинец по решению суда понес наказание в виде штрафа в размере 200 МРП. Бдительность оперативников Ахмолинского департамента УИС в очередной раз не подвела. 43-летняя жительница столицы, приехав на длительное свидание в Ахмолинскую колонию, хотела побаловать любимого коньяком. 35-летний Николай осужден к 7 годам лишения свободы за преступные деяния, в результате которых пострадал беззащитный человек. Но Ольгу это не смущало. Собираясь на долгожданное свидание, женщина приготовила вкусный ужин и решила побаловать заключенного его любимым коньяком. В банку с домашним свекольным салатом она установила 200-граммовую бутылочку из темного стекла, наполненную коньяком. Оперативники колонии, владеющие информацией накануне, убедились в ее достоверности, при досмотре, когда в присутствии прибывшей на свидание гостья обнаружили запрещенный для использования осужденным предмет, в данном случае алкогольный напиток, да еще спрятанный ухищренным способом. По данному факту проводится досудебное расследование. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке или телефон в сырном кляре. Акмолинец, передавая передачу своему приятелю в учреждение Дуиспа Акмолинской области, пытался пронести в упаковке плавленого сыра сотовый телефон. Житель города Адбасара Акмолинской области привез в учреждение передачу своему другу кое-какие личные вещи, сладости и пару упаковок плавленого сыра. Будительность оперативной службы колонии, ранее владеющей информацией, подтвердилась при досмотре. В фабричной упаковке плавленого сыра обнаружены изъять телефон марки Nokia. По данному факту материал зарегистрирован в Книге учета информации учреждения и направлен для принятия процессуального решения в территориальный районный отдел полиции. Обувная щетка с сотовой связью. Щетка для обуви стала контейнером для передачи сотового телефона осужденному Акмолинской колонии. Житель южного региона страны пытался передать мобильный телефон марки Nokia Mini своему приятелю, спрятав его в щетке для обуви. Много лет назад Александр и Ерик познакомились в воровом. С тех пор поддерживали дружеские отношения. Узнав, что приятель оказался за решеткой, Ерик решил помочь. Отправил бандероль, вложив пару обувных щеток и тюбиков с кремом. Сотрудников группы досмотра это насторожило. Нет проблем с кремом и щетками в магазине колонии. Тем более, что ранее судимый рецидивист Сашка регулярно получал от родных посылки и денежные переводы. Профессиональный опыт не подвел. Одна из обувных щеток была с начинкой. В крышке умелец-отправитель разместил сотовый телефон с симкой. По данному факту приезжий гость привлечен к административной ответственности. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами передача «Сторона закона». В этом выпуске вы узнаете об основных направлениях деятельности сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. Деятельность Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области и его подведомственных подразделений направлена на обеспечение законности и правопорядка при исполнении уголовных наказаний. Штат укомплектован аттестованным составом в количестве порядка 500 человек. Также около 300 сотрудников работают по вольному найму. У нас сейчас в настоящее время очень молодой состав работает. Все они трудоспособны, они знают свою работу. Прежде чем прийти на службу, они проходят первоначальную подготовку в Кустанайской академии МВД. Там два месяца проходят обучение и приходят к нам на службу. Соответственно, у нас уже, как они будут трудоустраивать, мы за ними устанавливаем наставников, которые эту работу хорошо знают. Департамент осуществляет руководство органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы на территории региона. В департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмуринской области в подчинении находятся шесть исправительных учреждений, в том числе один следственный инсталлятор, одно колония поселения. В этих учреждениях на сегодняшний день отбывает более 2,5 тысяч лиц. Из них где-то порядка 200 человек это следственно арестованные, по отношению которых еще нет приговора суда. Деятельность подразделений уголовно-исполнительной системы достаточно многогранна. С осужденными с первого дня их прибытия в учреждения проводится определенный блок работы – от психологической терапии до конечного этапа ресоциализации. Ведь очень важно после отбывания наказания вернуть человека в общество. Осужденные в первую очередь это наши граждане, поэтому мы в первую очередь обеспечиваем право и порядок. По прибытию они помещаются в карантинное помещение, в течение 15 дней с ними проводится работа по подготовке, адаптации, чтобы осужденный, который пришел, скажем так, с волей, он должен привыкнуть к жизни и к учреждению, то есть внутри колонии. Поэтому разъясняются все требования закона, распорядок дня, какие у него есть обязанности. В своей повседневной деятельности сотрудники подразделений области обеспечивают жизнедеятельность колонии, соблюдая законность и правопорядок при исполнении уголовных наказаний. Также проделывают ряд дополнительных мероприятий. Это оказание помощи осужденным в оформлении документов, пенсии, посещение медицинских учреждений, организация дополнительных рабочих мест, получение среднего и профессионального образования и многое другое. У нас имеется в учреждениях школы среднего образования и также имеются технические колледжи. Осужденным предоставлено право получать дипломы различного, там токар могут быть, сантехник, сварщик, такие вот различные, которые востребованы на рынке труда. Соответственно, у нас есть промышленная зона во всех учреждениях, практически, кроме следственного изолятора. Там осужденные могут быть трудоустроены. В первую очередь мы трудоустроим осужденных, у которых имеются исковые требования. То есть по приговору суда, у кого есть большой иск, мы их трудоустроим, чтобы они могли в возможность погасить эти иски. Также есть осужденные, которые свои иски гасят, далее потом помогают своим родственникам. В каждом учреждении у нас имеется магазин, они там приобретают свои первые необходимые товары, которые им нужны. Кроме того, сотрудниками подразделений специального учета обеспечивается точное и безусловное исполнение приговоров и постановлений судов в отношении осужденных лиц, содержащихся под стражей. Также в своей деятельности отделы специального учета взаимодействуют со всеми территориальными органами, подразделениями, следственных органов, миграционной полиции, судами, прокуратурой, здравоохранением и другими органами. Самым сложным в нашей деятельности является то, что у нас нет права на ошибку, поскольку любая ошибка, допущенная сотрудникам, она может иметь очень плохие последствия как для системы в целом, так и для охраняемых прав осужденных. В рамках исполнения поручения главы государства по введению сплошного видеонаблюдения под ведомственные учреждения Акмолинской УИС в 100% охвачены системой видеонаблюдения. К примеру, в СИЗО установлено более 400 единиц цифровых камер видеонаблюдения. Данная система слежения выведена в аналитический центр Комитета уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, прокуратуру Акмолинской области. Видеонаблюдение одновременно охватывает все участки учреждения синхронно в режиме онлайн, отображая видео на мониторе, за которым круглосуточно находится сотрудник. Кроме того, исполняют уголовные наказания без изоляции от общества 20 районных отделов службы пробации, на учете которых сегодня состоит порядка 1400 подучетных. Уважаемые зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас по вторникам в 17.00.